Такой своеобразный субботник в 53-й школе за час до визита премьера России Михаила Мишустина. Ученик ходит по козыреку, чистит буквы и возвращается в класс. Выходит дворник, в очередной раз приводит в порядок лестницу, по которой пойдет председатель правительства. Дежурит полиция. Визит второго лица государства Михаила Мишустина в 53-ю школу никак не повлиял на образовательный процесс. Занятия отменены не были, никто не перешел на дистант. Уже закончились уроки в первую смену и за партой сели те, кто учится во вторую. Как это волнение было в связи с приездом? Ну, естественно, суета, подготовка, страх, что может все пойти как-то не так. Может быть, премьер-министром хотите быть в будущем? Ну, премьер-министром я навряд ли стану. Ну, хотелось бы что-то, какое-нибудь хорошее место заменить министру просвещения. Три часа дня подъезжает кортеж, из машины выходит премьер. Ему оказан теплый и даже горячий прием. Михаил Мишустин посетил в 53-й школе инженерный класс. Дети представили проект развития сети интернет в регионах Сибири. Но учительница информатики попросила о наболевшем, чтобы их школу, наконец, включили в образовательную цифровую программу. Аттайский второй был включен в эксперимент по реализации образовательной среды. Но, к сожалению, наша школа туда не попала этот эксперимент. Это позволило бы нам получать много интерактивных панелей, различного оборудования современного, для того, чтобы мы с детьми могли все больше и больше хранить. Ну, во-первых, у нас их 15, аттайский край туда входит. Далее первые лица. Чиновники, директор школы Юлия Галкина и педагоги, участники программы «Земский учитель» собираются в конференц-зале. Учителя озвучивают председателю правительства ряд просьб. Будет ли продолжение федеральных программ и проектов по оснащению школ современными IT-технологиями? Конечно же, предусматривают соответствующие средства федерального бюджета, чтобы оснащать школы и оснащать соответствующие точки роста технопарки и кванториума современным оборудованием, о чем вы сказали, Ольга Викторовна. Я очень надеюсь, что все это и в вашем регионе не просто появится, а будет активно использоваться ребятами. Педагоги малокомплектных школ, где дефицит интернета ощущается особо остро, попросили Мишустина повысить скорость мировой паутины в селах. Есть федеральная программа оснащения всех образовательных учреждений интернетом к концу этого года. Причем в крупных городах 100 мегабайт, соответственно, а в сельских территориях 50 мегабайт. Но есть места, куда практически это пока невозможно сделать. Там, где есть спутниковая связь, там пока мегабит в секунду. А я вам скажу честно, что лет 15-20 назад и мегабит в секунду было отличной скоростью. Поинтересовались и тем, будет ли продлена программа «Земский учитель», суть которой – работа педагогов в селах. Ведь ради преподавания в небольших поселениях они получают выплату в размере 1 миллион рублей. Михаил Мишустин заверил, что такая программа, как «Земский учитель», свою работу продолжит. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.